Друзья, привет, с вами Джамбу Макс и это первое видео в новом году, поэтому всех с новым годом! В этот раз, в этом видео мы будем распаковывать и обозревать беспроводную гарнитуру для Xbox One. И да, в этом видео я как всегда разыграю Xbox Game Pass на один месяц. Условия как всегда очень просты. Просто лайк, просто комментарий и написать о проделанной работе в группе ВКонтакте под определенным постом. Подробности розыгрыша как всегда в закрепленном комментарии под видео. В общем, давайте начнем. В связи с тем, что я начал активно стримить на миксере, если кто-то еще не подписан, подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Ну и конечно же в связи с новым годом, я подумал, почему бы не обзавестись хорошей игровой гарнитурой. На рынке на самом деле очень большой выбор гарнитуры, там от 3К до 20 и выше. Много всяких критериев, много возможностей, но лично я присмотрел самую оптимальную под себя. Да, многие могут сейчас начать, купил бы хейперы, логи теч и так далее, но ребят, как говорится, все фломастеры на вкус разные. Гарнитура, которую я приобрел, называется RIG800LX от немалоизвестной компании Plantronics. Данная гарнитура является беспроводной гарнитурой и предназначена для Xbox и ПК. На самом деле для меня это большой плюс, поскольку когда я стримлю, я играю через Xbox, а стримлю я через ПК. И мне иногда нужно, чтобы наушники были приконнектены именно к ПК. Но, пожалуй, самой главной причиной, по которой я выбрал именно эти наушники, это то, что эти наушники беспроводные. На самом деле я всегда мечтал об беспроводной гарнитуре, поскольку я всегда играл либо в обычных наушниках JBL, либо же на простой одноухой гарнитуре, ну которая идет в комплекте с Xbox One. И дело в том, что их провода я всегда цеплял, либо шорты, либо подлокотники, у меня падал геймпад, падали уши, ну короче, в последнее время меня бесят провода. Когда стримлю, у меня вообще куча проводов, поэтому в принципе эта гарнитура решает мою проблему. В общем, давайте я покажу ее распаковку. На моем канале редко бывают распаковки, но я подумал в этот раз, почему бы и нет. Это, кстати, эксклюзивный контент, между прочим. Короче, свой слайкусик. Сама коробка сделана качественно, приятная на ощупь, но подозрительно легкая. Прям, знаете, реально легкая, будто в ней пол гарнитуры, надеюсь это не так. На коробке изображена сама гарнитура, много всего на английском, есть значок Dolby Atmos, и это очень хорошо. Если что, это такая технология, которая делает звуки еще лучше, а также позволяет слышать звуки в пространстве. Типа, закрыв глаза, вы и без проблем сможете сказать, откуда кто идет, слева, справа, внизу, сверху. Также нарисована станция, видимо, которая и должна отвечать за беспроводный сигнал. Ведь обычные наушники, которые имеют просто Bluetooth, нельзя подключить к консоли. И наоборот, у нас перечислены преимущества. Ну и перечислено то, что в комплекте. Кстати, вот эта вот пометочка мне тоже очень нравится, если гарнитура действительно держит сутки, как по мне, это очень круто. Но давайте раскроем, а то мне уже не терпится. Вот она, красавица. В целом, по первому взгляду, она выглядит круто. Сразу видим ту самую станцию, и давайте все вытащим и поглядим поближе. Вот так вот гарнитура выглядит чуть ближе. По первым впечатлениям, это довольно качественная гарнитура, и в то же время легкая. Пока очень нравятся на ощупь уши, они мягкие, и по идее не должны потеть. А самое главное, они сделаны из такого материала, который в принципе не должен облезть. Это очень радует, поскольку у моего брата были резеры, и они со временем капец как облезли. Так вот выдвигается микрофон. Кстати, сделан он с очень прикольного материала на ощупь, по типу матового покрытия. Ну а также он гнется во все стороны. Также на самой гарнитуре можно заметить кнопки, которые обеспечивают настройку звука и громкости. По сути, все то, что можно было сделать через консоль или при помощи специального адаптера, можно теперь сделать при помощи наушников. На самом деле, если привыкнуть, должно быть удобно, поскольку в самый неподходящий момент приходится иногда куда-то там лезть в настройки или что-то там регулировать, а тут у тебя по сути все на ухе. Пока крутил, заметил, что уши регулируются, вытаскиваются и обратно вставляются. И всего лишь три размера. Надеюсь, что материал крепкий и никогда не треснет. В комплекте можно заметить USB шнур, видимо, для зарядки и ту самую станцию. Если что, она подключается, видимо, к Xbox через USB. И за счет нее, как раз таки, происходит возможность подключать беспроводную гарнитуру. Ну а еще у нас в комплекте код на Dolby Atmos. В конце ролика я покажу его, кто первый заберет, тот и молодец. Я просто не такой меломан, если честно, и он мне не особо нужен. В общем, первое впечатление пока очень даже, но очень интересен звук и как она сидит на моей башке. Вот так вот она выглядит на моей голове. Сразу скажу, что на уши она не давит. У меня лично ухо вошло полностью, кроме мочек. Просто есть такие гарнитуры, которые давят на ушную раковину. И после долгих каточек это не прям хорошее ощущение. Несмотря на то, что гарнитура почти не давит, при резких движениях она у вас не слетит. Вообще никак. То есть, как бы она сидит довольно-таки плотно, но в то же время она и не давит. Шумоизоляция тут действительно есть, когда нету звука, вы по сути, ну, услышите все то, что происходит вокруг, но очень приглушенно. И это мне, кстати, очень понравилось. Насчет боковых кнопок. Они здесь расположены очень классно, но к ним нужно будет привыкать. То есть, вы сначала, возможно, не будете понимать, где какая кнопка находится, и будете вот так вот снимать наушники и смотреть, чтобы что-то отрегулировать. Но привыкание это дело времени. Кстати, когда вертел, я заметил, что здесь есть кнопка эквалайзера, которая имеет около, там, по-моему, четырех видов звучания. То есть, по сути, если вам вдруг не нравится звучание, нужно акцентироваться на каких-то звуках, то у вас есть еще выбор. Включается эта гарнитура очень просто. Вот эта вот станция подключается через USB либо к ПК, либо к Xbox One. Кстати, когда подключаете эту станцию, обратите внимание на этот ползунок. Если вы подключаете к консоли Xbox One, то ползунок должен быть на стороне Xbox One. Если на ПК, значит около ПК. Просто, когда я первый раз подключил к ПК, я не заметил, что здесь есть вообще какой-то ползунок, и я не понимал, почему у меня не работает гарнитура. А, кстати, когда вы подключаете гарнитуру к Xbox One, у вас есть уведомление об этом, и появляется в аксессуарах дополнительная настройка гарнитуры. Но, к сожалению, она бесполезна, и даже, по сути, заряд батареи она не показывает. Просто, ну, показывает, что гарнитура подключена. После того, как станцию вы вставили, можно подключать гарнитуру при помощи вот этой вот кнопки. Кстати, при подключении там будет женский голос, и будет говорить о заряде, и приконнектилась ли эта гарнитура вообще. Смотрите. Это, конечно, прикольно, но я хотел бы это слышать все-таки по-русски, и увидеть заряд аккумулятора именно на Xbox One. Пользуюсь я этой гарнитурой около двух недель, и, сорян, что так поздно записываю и выкладываю этот обзор, поскольку до Нового года у меня просто не было времени. Кстати, на самом деле, кто палит мой инстаграм и смотрит стримы, давно знали об этой гарнитуре. Ну, намек поняли, да? В общем, что могу сказать о гарнитуре после двух недель использования? Она довольно громкая, и если все выкручено на максимум, по сути, все в комнате будут знать, что происходит у вас в ушах. Сразу скажу, что я не меломан, и каких-то других ушей у меня не было, поэтому сравнить их с чем-то я не могу, а также высказать какое-то мегаэкспертное мнение. Просто знайте, что я среднестатистический пользователь, который имеет игровое кресло. Ну, поэтому у вас есть повод мне доверять. Качество звука здесь хорошее, нет каких-либо претензий и в то же время нет какого-то восторга. Ну, звук как звук. Самое прикольное тут, пожалуй, то, что ты действительно слышишь, кто куда направляется, кто откуда идет, и ты слышишь там звуки слева, звуки справа и там подобное. Кстати, еще раз хочу затронуть громкость звука. Я раньше играл всегда на простых капельках, и когда там было все выкручено на максимум, меня реально глушило. Тут же ты сидишь в кинотеатре, все очень громко, и в то же время тебя не глушит, и это мне очень понравилось. Сейчас я вам расскажу о микро. Вот так вот оно включается, вот так вот оно выключается. При выключении и включении у вас есть характерный щелчок и звук в ушах. Это, собственно, тест микрофона. Раз, 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 кто тут у нас? Один, два, три, четыре, один, два, три, четыре. Многим сейчас может показаться, что микрофон нечеткий. Это действительно так, но это, скорее всего, не баг, а фича. И сейчас я вам объясню почему. Дело в том, что у этого микрофона капец какое шумоподавление, за счет которого ваши тиммейтеры будут слышать только ваш голос. То есть, если вдруг в комнате кто-то находится кроме вас, то игроки не будут слышать, что у вас происходит в комнате. А если и будут слышать, то будут слышать очень и очень тихо. Вот вам пример, смотрите. Я включаю музыку на телефоне, к примеру. К примеру, да? Давайте просто выкинем телефон где-то на метр. Ну, теперь, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Вот и, если что, это звук камеры. А сейчас это звук микрофона. Вот, вы понимаете, шумоподавление здесь действительно качественное. А сказать честно, после обычных капелек играть в этих ушах одно удовольствие. Ты слышишь чуть ли не каждый шорох, кстати, к этому все равно нужно будет привыкать. Гарнитура капец как удобно сидит, не давит на уши, не давит на голову, поскольку она действительно очень легкая. Но самое главное это то, что у этой гарнитуры нет никаких шнуров. Я на самом деле этому безумно рад, потому что это минус один шнур на стриме. И если мне кто-то вдруг звонит, то я просто вот так вот вешу гарнитуру и иду по своим делам. По сути, гарнитура ловится по всей квартире. Кстати, я все-таки скачал приложение Dolby Atmos, поскольку там был пробный период. И честно, я не заметил каких-либо изменений. Поэтому особые меломаны ловите. Кто успел, тот и съел. Обязательно в комментариях напишите, кто забрал. И насколько я знаю, этот код достаточно дорогой. Кстати, еще очень большой плюс вот таких вот беспроводных наушников в том, что они решают проблему геймпада Xbox One. Дело в том, что геймпад Xbox One имеет кое-какую проблему, когда вы подключаете его через USB и вставляете гарнитуру с миниджеком. При подключенном USB-проводе и при миниджеке у вас может появляться некий фоновый звук или же эхо в ушах. Вот вам как пример. Вот по типу такого звука появляется, когда вы это все делаете. Тут, к счастью, такого нет, поскольку подключение идет через ту самую станцию. Опять же, это не во всех наушниках, но в большинстве. Это на самом деле очень радует и теперь я без проблем могу играть через провод и не париться, что у меня есть какие-то звуки. Единственное, что не особо все-таки понравилось в этих наушниках, это микрофон. Это, пожалуй, единственный минус этих наушников. Само качество, оно нормальное, но вот из-за хорошего шумоподавления, к сожалению, оно не сверхчеткое. Но лично для меня это может даже и плюс, поскольку у меня в комнате всегда кто-то находится. И за счет шумоподавления никто не будет слышать, что у меня происходит. К сожалению, для качественных трансляций и для записи голоса данный микрофон мне не очень подходит. Но для командного чата это более чем достаточно. Насчет ушей, они действительно удобны, но самое главное, что в них реально не потеешь. На ушах будет тепло. Как итог, могу сказать, что гарнитура мне капец как понравилась. Я доволен как слон. Аккумулятор действительно держит очень долго заряд и я надеюсь, что он не помрет со временем. Звук у гарнитуры хороший, да и в принципе, что еще надо. И теперь, когда я буду играть в наушниках, я буду играть только в них, поскольку это реально комфортно. И самое главное то, что они все-таки беспроводные. На самом деле, я не могу нарадоваться этому. Кстати, стоит такая гарнитура 10 тысяч и пока я на самом деле не жалею. Да, опять же, может быть есть какие-то наушники и лучше, но за 10 тысяч беспроводных я не нашел. На этом у меня в принципе все. Если у вас вдруг остались какие-то вопросы по гарнитуре, то можете оставить их в комментариях. Если понравился обзор, то ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях, какая гарнитура у тебя. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.